КОЛЬЦО ВОКРУГ АВДЕЕВКИ Такие события показывают, что, конечно, это возможно, и выполняя вот эту, можно сказать, тактическую задачу, мы сможем серьезно отрезать поступление резервов и запасов для украинской армии, перерезав дороги. КОЛЬЦО ВОЙСКА Практически такие события происходят практически по всей линии фронта, где наши войска не дают покоя украинской армии, но они, собственно, тоже действуют более-менее активно. Ну, намного менее активно, чем действуют наши войска. Вот эта активная оборона, если мы так назовем ее с нашей стороны, ведение таких штурмовых действий, вы, наверное, слышали, очень часто сейчас говорят про штурмовые отряды, штурмовики, такие выражения. Оно не новое, но, само собой, я думаю, появилось в высказываниях наших и военных, и наших военных корреспондентов, потому что слово штурмовики, вот, и штурмовые отряды, это не фашистское слово, которое приписывали в свое время. Вот у них там были штурмовики. Штурмовые отряды создавались и с нашей стороны, и с немецкой в годы Первой мировой войны, когда была длительная оборона, когда длительное противостояние было той и другой стороны. И каждая сторона на своем не оперативно-статегическом направлении, а именно на тактическом фоне хотела улучшить свое положение, захватить очередную высоту, населенный пункт, переправу через небольшую реку, чтобы можно было и наблюдать противника лучше, и носить ему поражение лучше. Эта работа идет на среднем командном уровне, на уровне командиров полков, батальонов, дивизий, и она не должна прекращаться, не должно наше подразделение на переднем крае вот так спрятаться в свои укрытия, окопы, и мы видим, что это и не делается. Это идет постоянно активное движение, и тут надо отдать должное, я думаю, не только нашим бойцам, которые непосредственно ведут боевые действия, надо отдать должное уже и командирам, командирам среднего звена, да может быть уже и старшего звена, которые научились за вот это время, вот так мягко скажем, научились и воевать. Это тоже очень важная и серьезная наука. Мы сначала в специальной военной операции, да и по сегодняшнее время очень много хаем и генералов, и командиров, а те, кто отлично выполняет боевые задачи, сохраняя и жизни наших солдат, и нанося серьезный удар противнику, они у нас немножко скрыты сейчас, очень редко где-то просачиваются, проскальзывают эти фамилии этих офицеров и генералов, но они есть, без них не может быть победы, без этих командиров, без этих руководителей. И сейчас идет вот такая умелая борьба, я не случайно вернулся аж к Первой мировой войне, именно создаются штурмовые отряды, на основании, конечно, где-то роты, иногда взвода, конечно, там присутствуют люди из системы спецназа, которые хорошо умеют вести боевые действия, обучены в укрытиях, в окопе, в траншеи. Обязательно разведка присутствует, обязательно наводятся заранее на разведанные огневые цели артиллерии, обязательно авиация, обязательно в составе этих штурмовых групп находятся авиационные артиллерийские наводчики, ну и понятно, самая на сегодняшний день точная и разведывательная структура, как наличие беспилотных летательных аппаратов различного назначения, и камикадзе, и просто разведывательных, все это создает такие мощные, небольшие, но мощные штурмовые отряды, их уже людей называют штурмовиками, которые выполняют вот такую тактическую роль и улучшаются положения наших обороняющихся войск. Для чего улучшаются положения? Давайте поразмышляем. Конечно, для того, чтобы наносить как можно больше поражений противнику, для того, чтобы больше укрыть и сохранить наши войска. Вообще-то необходимо говорить о том, что улучшается положение войск, для того, чтобы с этого положения можно было легче перейти в наступление, еще больше нанести ущерб противостоящему противнику. Поэтому и данный пример, который вы привели, это один из, может быть, десятков таких примеров, где улучшаются наши позиции и наносится существенный ущерб противнику. Константин Борисович, благодаря Голливуду мы знаем, что такие подразделения, как «Морские котики», «САС», «Дельта» – это очень серьезные мужчины. Вот вы сейчас затронули вопрос, что наши спецназовцы активно работают. Вот школа российского спецназа, насколько опасный противник? Вы понимаете, по словам спецназ, многие несведущие люди принимают какие-то специальные, называется спецназ, специальные подразделения. Вот они действительно есть, они действительно присутствуют, но выполняют задачу войсковые подразделения, полки, батальоны, роты, взвода, батареи и командиры там. А специальные подразделения, они предназначены для решения специальных задач. Вот для проникновения в тыл, для работы вот таких штурмовых отрядов, для форсирования водных преград, для захвата каких-то плацдармов. Без них невозможно, когда нужно решить по масштабам, по географии небольшую задачу, а по значимости решения этой задачи – это очень важная, очень серьезная задача. Ну, даже на примере...